world of tanks до сих пор играешь да там люди просто отлетали в фонтан всплывают наши эти флешбеки конечно были отлетал просыпался все все было конечно а тоже думал выйду и все вот все будет шикарно они тут то было есть кто нибудь из хардкора с кем бы ты хотел подраться с васи киллером зарубился вообще за всю хурму друзья всем привет вы на канале эдуарда германского сегодня у нас гостях макс по прозвищу пулемет привет макс очень рады тебя видеть ну и чё думает долго затягивать не будем сколько тебе лет где родился 38 лет родился в городе алдан якутия это якутская ссср была такая там родился потом переехали семьей сначала в казахстан к отцу родин оттуда уже соответственно москву во сколько лет москву по 13 лет 13 не был 12 то есть ты учился в школе я так понимаю примерно в казахстане начал данного научиться и потом уже перевел сюда там и закончили я у меня всего шесть классов в москву когда переехал не учился здесь я уже не учился а почему с чем связано ну в общем не смог и не сдюжил короче говоря не не мог больше трех уроков высидеть и все а как родители на это реагировали ну похомбил меня за это как и любой думаю отец бы взял высек все как положено получал в итоге червал учебники сжигал там их до свидания а чем занимался тогда вот ну типа получается не 13 лет и 13 лет перестал школу ну вот я с 13 лет начал заниматься боксом а то есть да я занимался боксом это спорт комплекс фили у тренера юрий михайлович травкина вот тогда это был знаешь где старая горбушка была вот на метро бакарутионовской вот там я занимался боксом по боксу выступал конечно любительский ну по любителям да я в самом-самом легком весе которым возможно был дрался бывали такие соревнования там приезжал и просто мне не доставалось и оппонентов и таки часто такое бывало какие-то спортивные разряды по боксу есть да мастер выполнен мастер спорта я три года подряд брал первенство москвы прикольно первенство москвы потом уже в 17 лет я выиграл открытый чемпионат москвы она появилась по юношам как ты тогда попал в мм и в мм и но это как сказать я после армии вот просто качался там периодически бывал такой заходил в зал ну очень редко вот и значит мне предложили подраться на вот надо в это около футбольной движухи труп команда у нас пацан на районе живет вот он пригласил меня короче подраться за такую фирму н труп вот и первая драка моя самая первая была с этим мы дрались с авангардом и опиздюлились там так крепко короче вот и пацаны были из ярославки тот смотрел на этот махач предложили мне подраться что у них типа будет следующая драка с авангардом так что приезжай на просмотр короче если хочешь там еще вернуть должок то приезжай короче я сразу даже не задумываясь короче согласился и все начал гонять вот с первого просмотра и погнал все с яркой то есть из около футбол тебе помог начать заниматься мм и да в принципе ну так и есть вначале я просто рубился на полянах о борьбе вообще там ничего не слышал но только если вот случайно где-то там мне не оказывался а сколько поединков по мм и провел по мм и не знаю штук двенадцать может больше это это еще бро бои были ну вот академия мой тай там проводили я не знаю просто как считались они шли в зачет профбоев не шли про зачет в этот я рубился предлагают соревнования приехать подраться я шел и все но у тебя дебют по мм и насколько я знаю был с мага и смай это был в 2010 году а заниматься я начал вообще мм и в 2009 то есть вот прошел и ты сразу выскочил но я может быть дрался еще где-то в каких-то организациях я точно не помню нового опыта у меня вообще не было в принципе вы мы такового расскажи секретик вот но ты сам сказал что ты дрался в самом легком весе по боксу те кто за тобой давно следит те кто тебя давно знают все видели ну какой ты большой был да это какие-то витаминки кушал ну естественно я весил 102 килограмма как бы набирал вес ну тогда качались мы конечно всякую херню там подкалывал типа дека дураболин вот такая фигня была но это как сказать ты берешь у здоровья в долг ты набрал вес и надо постоянно жрать там спать вовремя вовремя чтобы удерживать массу да как только ты перестаешь режимится в себя эту жрачку толкать все ты похудел опять такой но мой вес уже после армии где-то 85 килограмм вот стабильно стабильно до стабильно если я там на железяки как бы ну налегаю то сейчас не знаю сколько там смогу набрать весь так покачаться на протеинках посидеть там на этим креатине на всем этому 88 можно поддержать но это опять же надо режим будет соблюдать такой прям расскажи в армии ты уже сказал что после армии ты пришел два раза упомянул значит соответственно я делаю вы что там служил расскажи каких войсках и сколько лет сейчас же погоду служит если я не ошибаюсь ты два года ну да мы служили два года я в 2000 году призвался значит попал в начале я попал воинскую часть 07 208 это находится город владимир вот это ковровская дивизия там был танковый полк я был там учебки ребята меня грубо говоря нашли благодаря видео вот и youtube каналу которая создал там мы нашлись написали мне добавили меня в группу в этом ватсапе сейчас общаемся то есть увидел их не фотографии конечно офигел как все мы изменились за эти годы 20 лет уже минуло больше двадцати лет с тех пор вот значит и это и также нашел своего командира с которым я проходил службу уже дальше когда я уехал из учебки я пока не хочу как бы не пообщавшись с ним озвучивать просто наш род войск и там и деятельности поэтому скажу так тип очень крутой спецназовец коля тебе привет огромный спасибо что написал мне свой телефон очень было приятно найтись спустя столько лет в общем армия дала тебе что-то дала то есть за еще и ты рад что сходил не пожалел нет ни в коем не так что сидел там как как линии два года сидел на на пищеблоке кишки навела такого не было то есть опыт когда это и жизненно его естественно естественно в армия сам хотел попасть у меня до армии была заниженная масса тела потому что я выступал на соревнованиях вот но и занимался боксом я очень много гонял вес очень много гонял веса постоянно вот это ну весогонка чтобы зайти в легкий вес выступать там было как ну чтобы выйти допустим на первое место о том же первенстве москвы мне надо там провести три бой все круга я медалька уже есть там не надо было там проходить ребята там допустим из весовых категорий выше они могли подраться там и шесть раз то есть им намного было сложнее допустим чем вот дрищам занимать либо либо абсолютно такая же история я недавно на бок заявился приехал а соперника не нашли никто я уехал короче говоря и благодаря тому в армейку меня не брали вот потому что я пришел на взвешивание там ну-ка медкомиссию проходить мне пришла повестка и я радостный побежал хотя тренер мой вот юрий михайлович травкин он меня отдавал и в крылья советов к волкову там такой был вот я имя его не помню знаю а имя помню анатолия по отчеству не вспомню и был виктор яковлевич там их два зала сейчас один на белорусском вокзале находится закрыли советов спорткомплекс улица правда вот с одной стороны там на зал бориса лагутина там мои братья младшие тренировались потом последствия я занимался вот напротив зал с баскетбольной площадкой ну боксеры там знает наверняка были там что часто проводились соревнований первенства города там крупные соревнования турниры мастерские проводили там значит попал в армию я ну то есть я сначала тебя из-за нижней массы тела не хотели брать надо я меня тренер отдал в этот ну в другой клуб он уже пенсионер был работал сам на заводе имени хруничева и вот от этого и завода имени хруничева на филях зал и существовал мы занимались бесплатно туда набирали ну то есть только за счет характера там ребята оставались кто там отворачивался чего-то там не не справлялся тренер сразу выбраковывал очень жестко было выбраковка туда приходили ребята 1 сентября ну молодежь и вот он из них выбирал никого бокс и боксе не оставляли раньше там если платит отец или чего-то такого не было где-то он менжуется все до свидания он там зал балета туда обращайся то есть вату тренер катал жестко да действительно это советская школа бокса заслуженный мастер спорта вот он меня передал соответственно туда мне стали переделывать технику потому что я все время был размашистые руки у бороды не держал и шел зарубаться и часто я выигрывал виду явное преимущество даже когда я был дрич я просто набрасывался загонял в углу бил 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 пока вот не услышу стоп и это останавливали бой и виду явное преимущество я победа одерживал техники у меня как таковое не было но и перебивал намного опытнее меня ребят которые были техничные там и так далее просто за счет вот этого постоянного шквала си не могли проявить себя показать какую-то технику там и так далее пошли на них постоянно сыпались удары без конца и все тем более еще был легкий я мог просто не останавливаясь и так работать всю дистанцию там с небольшим перерывом в этом зале ты начал массу набирать не то в общем я ушел в армию и значит там я как тебя в армии то взяли я до вес был у меня был недовес и мне пришлось бы игру прикрутить гирки сюда скотчем вот пошел к матери да моя мамка работала на рынке на кунском ну на мясо продавал сыры и значит я взял вот эти вот весовые гирки и прикрутил их скотчем пляшкам и шорты одел сверху пришел взвесился все полтинник показала на весах и я ушел в армию проводы были у меня как раз в день рождения 7 18 лет исполняется 18 декабря а 19 я утром в армии то есть у меня дни нюхо и проводы в один день были я упылил на там уже было повторное взвешивание короче как ты вообще попал сюда хотели мне обратно домой воротить но я отказался и меня вот записали вот заниженная масса тела там за мт все и в армии начал но там режим же утром в одно время встаешь там это тоже качка нет нет там подкачивались и брусья турники и в итоге массу нажрал короче в 18 лет уже когда вернулся домой я уже весил 83 там около 85 я почти 300 грамм ну да там дохрена реально причем без шуток я там ходил это и форму блин раза в два месяца раз там менял рост вообще там как на дрожжах там мяки чисто вот на хавлю без всяких витамин чисто на чеха решили там они возьмешь какие витамины там вот бы круто качался уже ну по дембель то я подкачиваться начал там мы бодяжили короче сухое молоко просто его густо чуть ли не как сметану мешали жрал там вот это все и кашу там каши почти нет одна тушенка короче вот так они все и подкачивался тоже там пацаны качались показывали там как надо в общем пацаны главное желание желание способ согласен накачаться найдешь макс ну такой вопрос многие не любят на него отвечать но тем не менее мы задаем личная жизнь то есть девушка семья может жена бывшая нынешние дети вот это вопрос вообще жесткий нет я почему я это к этому вопросу нормально отношусь просто моя личная жизнь ну как бы если брать большинство людей то она просто очень жестко отличается потому что я не так и женился а детей у меня полно серьезно да вот но не женился я как пёс дворовой короче а полно это сколько ну у меня опять сыновей и две дочери нормально так и всем помогаешь но я не со всеми вижу потому что я как и у хорошего пиратов дети в каждом порту я где бывал там в липецке есть в питере сын здесь у меня трое в москве у меня получается средний сын саня в приятно на грешина значит гордюха мой старший сын младший рад мир он в чеховском районе живет вот у меня от одной девушки было двое детей то есть это ярослава дочка и рад мир можно к сожалению личная жизнь не сложилась там по ряду причин силу там молодости мои девчонки и скажем таких обстоятельств потому что у меня ну старший жил отдельно с матерью и мне просто выбор был семьей остаться где младшие дети либо к старшему забрать старшего я его забрал когда ему было 10 лет вот там были у него неприятности небольшие там с мамой не все было ровно тогда сейчас уже благо все нормализовалась он с тобой живет еще сейчас да я как забрал сына и все со мной это самый старший да сколько лет самый старший ему 15-16 год 2006 года рождения а самым младшему самому младшему 8 8 ну а постоянная девушка у тебя сейчас есть живешь с кем-нибудь там нет нет такого чужие я уже 2015 года мне нет к ним и больше и не будет не стремишься нет вообще вообще потому что если я выберу чью-то мать вот то сыновья со мной не захотят общаться но как бы у них будет ревность что выбрал другую семью ушел там другую семью вот и поэтому я так буду сам по себе с сыновьями вижусь там недавно у меня было у среднего сына день рождения 30 апреля мы отпраздновали приехал старшим и сашка встретить посидели и как бы ну пацаны общается между собой у них никакие нечего им делить они все по ханта один мамки разные а батя один поэтому чем круто я так сам себе одинокий волк сложная ситуация ну чем мы можем только пожелать все было да все нормально меня все устраивает честно так смотри мы с тобой немножко поговорили да там раскрыли тебя как человека еще там пару вопросов хочу задать любишь ли путешествовать путешествовал ли и любишь ли читать вот такие вот два вопроса путешествовать ну как я был за границей я ездил в египет вот пару раз там девочка в праге был вот она праве мне очень понравилось прям очень классный старый город такой вот египте еще поплавался аквалангом так в принципе там дней пять в этом отеле уже хотелось домой соскочить ходишь там делать пора сдачи с тарелкой нахер не то пальто быстро как бы утомляет это все такой отдых мне не нравится а вот сыном мы ездили пару лет назад со старшим с гордеем значит мы гоняли в этот геленджикский район там креница есть такой деревне 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 там уже вот в этой кренице мы не дали неподалеку расположились там дикарями просто неподалеку от баре побережье там на речке пшада палатка палатку короче мы забыли закинуть и уехали просто без бабок тогда не особо было много а я сыну пообещал что на море поедем вот работал там и на стройке где только придется короче говоря но обещание надо было держать денег много не было и короче мы взяли ну шмотки собрали в машину покидали и поехали уже когда приехали на место еще там кореш один был мой сын и вова вот и короче на место приехали стали раскладываться я увидел что палатки нет сынок ты чего палатку не закинул что он блин забыл красавчик все значит кидаем тряпки в них заворачиваемся и тут спим прям так и все благо это не дожди ничего не было без палатки обошлись ну круто прям там поплавали на море в итоге мы стартанули побыли где-то неделю покупались там все покайфовали по загорали но собой тоже и лапы брал там тайпады я его и потаскал по лапам утром вставали на пробежке вот через несколько дней просто поехали машину оставили там в поселке я уже даже не помню его название попросили сторожа там стояли трактора что машина постояла на ней приглядел баба косну оставил ему там отблагодарил и все и мы на дня три короче стартанули в горы пошли там дольмены посмотрели на водопады пшатский водопад дошли до него погуляли по горам просто в поход активе да да я научил то обстоит кассы разжигать и там пожрать в котелках готовить все короче прям дикарями но это самый был крутой отдых мне больше понравился чем египет сто процентов круто и ему тоже вообще он на всю жизнь запомнит ему такие впечатления мы рыбу половили все классно было а читать любишь читать да значит вот когда учился я вообще просто я ненавидел любые там не читать не писать все короче меня не заставишь а сейчас я много читаю разную литературу с чем это связано с возрастом то что ты но взрослел да может быть мне как бы в свое время этого не было сейчас начинаешь читать и вчитываешься прямо в книге ну разная тематика я допустим ветхий завет прочитал вот так если я его прочитал полностью разобрался там во многих вопросах потому что я тема меня тоже интересовала принципе как тема религии и я углубиться решил капитально туда я прочитал полностью разобрался ну как бы свое мнение озвучивать сейчас я не буду что я об этом думаю у меня я останусь при своем потому что не хочу задеть просто чувство многих людей он они могут не разделить его то я открыл для себя можно сказать очень много прочитав книгу тоже потом и соответственно из этого вытекающий начал читать теодора герцеля называется она еврейское государство впечатляющие тоже литература потому что грубо говоря не было у людей 2000 лет своего государства да и грубо этот человек в 904 1904 году родился вот он написал книгу вот называется она еврейское государство переселение евреев то есть он мечтал это были его просто мысли там да как бы он мечтал перебраться найти землю обетованную вот он соответственно и как сказать этот создал сионской вот этот конгресс великий то есть он был создать отцом сионизма можно так сказать такой интересный персонаж короче говоря почти значит это обратился к барону ротшильду тогда и еще как фамилия у меня его выскочила из головы за том за финансовой помощью ну вот и сначала не хотели это государство создать где-то в южной америки ой в южной африке в юар но там у них пошел раскол и в общем было принято решение что это будет в палестине литература очень интересная и это в принципе здесь идет отсылка к тому вообще итоги второй мировой ну вторая мировая война чего началась и ради чего принципе начиналась так что кто будет зрить в корень принципе найдет много для себя полезной информации значит детективчики вот такой шлак я не читаю потому что у нас в жизни происходит каждый день столько всего информации что просто но это уже лишний перебор и так хватает как бы до инфы такой ну вот поэтому ну и жесткой достаточно сейчас очень много льется негатива что мне конечно не очень нравится столько вот у нас новостей печальных идет мне больше нравится позитивные какие-то вести вот а приключения и фантастику в принципе есть годная которую я тоже люблю почитать ночи долгар это же ну я допустим в тюряге прочитал stalker это много вот этих понравилось мне про эту зону отчуждения там про это stalker такая есть книга там их много на самом деле авторы разные то есть на эту тему пишут я прочитал книги но граф монте-кристо естественно это бессмертная классика там его полностью прочитал и он не отпечатался в голове может быть даже прочитав это в тюрьме я собрался с духом чтобы сожрать якорь короче говоря просто чувак там тоже прошел там немало мы к этому еще вернемся хобби какой-нибудь у тебя есть помимо спорта до чем я задрот играю в игры компьютерные с 8 лет это к серёге пиздец вообще это беда на самом деле у меня и семейные проблемы были и несколько баб я из-за этого потерял нормальных путник онлайн игры правильно да ебаные танки world of tanks и будет тоже серёга до сих пор играешь да и башу земли сейчас вот помешу у меня немножко даже из-за этого как сказать ломка рука видишь не полностью функционирует ракую понял но работа у тебя я сейчас вот помимо вот твоих вот этих сейчас появление в ю-тубе возможно там есть какие-то у тебя доходы отсюда я сейчас просто вот решил полностью посвятить это ну спортом это уже можно сказать мой рывок последний и что там уже к 40 годам подходит я понимаю что и и я в молодости здоровье не берег сейчас тоже не собираюсь блять этой херней заниматься короче надо зарубиться хорошенько уже вот дать мотивацию сыну своему потому что он смотрит вообще сыновья мы смотрят то что я собрался зажал яйца в кулак погнал в зал по две тренировки в день фигачу там стараюсь наш но видишь что пахан по паша там не сачкует ничего и это тоже его мотивирует он начал к тренировкам более серьезно относиться конечно это тоже меня скажем так подстегивает потому что лучше чем собственный пример наверное нету мотивации для детей согласен если ты своим примером покажешь что можно все возможно то а если ты будешь сидя на диване там в этом иди вперед погнал надо тренироваться бывшему кучу истории рассказывать а сам будешь яйца чесать и пиво пить конечно у тебя пошлет в жопу когда подрастет согласен даже есть поговорка такая если не ошибаюсь детей нужно не воспитывать а подавать им пример если вот я не ошибаюсь как она звучит но в общем вот это работает точно лучше всего примером своим ты можешь его как сказать за за мотивировать слушай ну а какая твоя основная цель но ты сам сказал что там до 40 уже недалеко да то есть у тебя там 5-7 лет еще пусть не знаю вот ты хочешь разве как-то медийно с помощью боев и дальше там вести канал зарабатывать на этом попробую вести канал потом хочу пройти какие-то курсы тренеров получить сертификат и преподавать а вот тренеров по качалке нет тренеру тренеров по единоборствам конечно ему тренером по единоборствам и уже преподавать связать именно свою жизнь с данным конечно много опыта поделиться опытом этим потому что я тренер тренировался и тренируюсь ну даже с очень крутыми спортсменами да и вижу их не лагерь как готовится там то есть вижу многие моменты аспекты скажем так и психологические вот эти вот преграды которые не преодолевает и в принципе как выстраивается их не тренировки полностью вот и до и сам грубо говоря сейчас прохожу можно сказать то же самое только немножко у меня упражнение некоторые отличается да допустим но методика подготовки похоже то есть идет наращивание начале темпа и перед скажем так боем уже спад немножко восстанавливаешься раскидываешься то есть тоже свои нюансы то есть плац знаний у тебя достаточно для того чтобы работать тренером надо только чуть это официально шлифовать да и знать методику естественно это не ну то есть методика то есть от начала и до конца то есть если вести человека пришел новичок подготовить его базовые какие-то вещи дать и далее по нарастающей то есть чтобы ты смог из человека пришедшего там с улицы сделать бойцом там за четыре года пять лет три года вырасти серьезного спортсмена ну вот так бы хотелось так ну смотри мы с тобой пообщались вот два таких очень больших аспекта взяли это твоя личная жизнь твое прошлое становление да твое спортивное прошлое теперь следующий вопрос следующий раздел я думаю он интересен всем опять же ты уже много где давал интервью много где об этом общался но тем не менее потерпеть я буду тебя задавать те же самые вопросы не нормально все есть вопрос это мне нравится это около футбол и первое с чего я хочу начать его задаю всем кто так или иначе связан с около футболом потому что ты как никто другой ты именно ну человек который напрямую связан этот там ты человек который не только в лесу дрался ты человек который гонял там на выезд да да то есть ты 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 ну ты человек старой школы ты знаешь что такое около футбол на самом деле то есть не то что сейчас там парни собираются 8 на 8 подерутся именно вот все эти мутки все такое и сразу же первый вопрос по твоему мнению около футбол мертв или жив и мертв это однозначно потому что он начал отмирать еще когда нас начали всех я думаю не только у нас а мы делились по ячейкам когда такое слово как мобы к мы вместе там ездили автобусами там и так далее перестали так передвигаться то есть мы стали меньше общаться угорать вместе собираться да ну вот больше шифров скажем так и меньше общения и наверное после этого началось с пошел спад а так в принципе чем плохого делали ну выезжали мы куда-то но рубились там да всем нравилось это поиграли в регби все классно да у друг друга шпион за постепенно постепенно началось по моему было даже интервью лидеров к собрали фирм да и это общался президентом с ними да ни много ни мало вот и после этого начались там вот такие вот движения по развалу но как говорится это все работает теория без структурного управления то есть внедрилась какая-то вещь которая в итоге впоследствии сломала какую-то определенную систему ну неугодную соответственно режиму вот и все давай тогда вернемся еще раз ты сказал в 17 лет и первый раз подрался да если я не ошибаюсь или до армии после это 17 лет я выступал по боксу еще и этого было после армии я начал гонять по около футболу с 2007 года и ты помнишь в каком году ты ушел в 2013 даже но это было уже конец двенадцатого года ну то есть шесть лет примерно да ну я около семи лет до шесть лет шесть лет и ну такой вопрос сразу ты был в основе на майке был ярослав естественно естественно вот первая линия во вторую линию не встал постоянно в первой линии у нас в принципе же стран у нас first line как такового сходка идет first line врубился начинается вот оставался как бы неизменно настолько центр наверно вот там стояли парни очень здоровые крепкие держали хорошо удары неплохо раздавали короче говоря не всегда держали центр вот а у нас ряды мешались то есть мы заходили с флангов окружали растаскивали и у нас такая была взаимозаменяемость то есть там не был такого как вот допустим фанатов спартака там да не часто ходили вот так шаг шаг дарим друг за друга держались я не мог никогда понять в чем прикол вот этого как это работает что стратегия для пацаны это было не лучше ну ты же согласен с тем что ярославка она и была топом в цска и на данный момент все равно я ходил номер один именно естественно это как говорится уже как есть так есть а как ты думаешь из-за чего есть же там red blue warriors есть югенты которые там рбв они же раньше дачу ярославка из-за чего как потому что в тот период времени когда шла жесткая борьба фирм то июня изначально когда я пришел вверху ярко не было номер один были номер один юнион очень мы хотели с ними подраться вот но никак 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 не срасталось там на какое-то время все это оттягивалось но парни реально серьезные как бы и и это был очень такой вызов для нас можно сказать мы ходили рубились у нас драки заканчивались там минуту полторы две просто вышли снесли вышли снесли убрали много топовых фирм вот и хотелось серьезного вызова и мы ждали реальные вот к июне он прям услышал что будем драться с юнион до этого на 100 по моему да дрались а там ты там участвовал в этой драки в обоих да ладно это же реальная история в обоих и на яузе и ген под клином убились в гадки везде был вот но это было круто хочу тут скажешь блин этот день мы ждали в этот день у нас еще было четыре просмотра до этой драки мы уже порубились ближе к вечеру у меня младший брат руку сломал в одной из сечи таких забивных там 20 на 20 15 на 15 разные были забивные драки в общем мы подрались я один раз в тот день подрался только у меня братан младший три раза успел порубиться и четвертая драка у него за один день была с юнион он уже был со сломанной рукой короче ему говорю давай-ка отдохни он не ты чё вообще не смогли вот говорить но рука у него конечно искорежена жестко после того он ее очень сильно расколошматил там добил но он не жалеет а ты помнишь свою сам вот я не о чем самую впечатлительную так ну драку которая ставила у тебя больше всего эмоций одну в лесу и одну в городе значит но мне понравилось вообще это самара выезд потому что погода была классная формия самару хвалят горят это да нет там просто она была живописная там люди были просто отлетали в фонтан всплывают наши эти флешбеки прикольно было но я не знаю почему как бы не сгруппировались просто для меня вот она выглядела так мы идем короче я вижу просто щемится как кабаны по кукурузе на убегает все группируются прыгают долбанули отлетели опять короче опять собирается кто-то там прыгает и вот мы просто шли и так как катком переехали не знаю может быть стоило пройти до конца вот может быть они там где-нибудь в конце уже сгруппировалась я не знаю это уже останется все истории там а что если ну случилось как случилось это была крутая крутой выезд был а в лесу с кем ну наверное юнион да в лесу нет юнион это скажем так это такие для меня вот даже врать не буду я когда дрался с юнион не скажем так таких травм не получил жестких хотя до выскакивали там парни здоровые но мне как-то удалось в общем не получить тяжелых ударов и в принципе я малой крови отделался и в первую во вторую драк хотя шел в ферс лайне как бы вот весь этот в эту кашу и попал но как-то вот отвела самое для меня запомнил самая моя голимая драка которая вообще для меня время лично не то что она сама голимая в принципе итог был хороший там мы победили но я там на пиздюлей на получал в общем это драка с бронсоном арсену да там вся морда короче была разбита и рука сломана и меня тошнило там меня мутило короче я уже не знал что делать там как не до конца мы сможем этот видос ставим круто это сейчас сейчас будет видос это жестко было да там бились короче они постоянно вставали они были по торсу и долго не могли лежать наверно снегу быстро просыпались короче у меня это часто по торсу да да но не зимой же блядь пасану учет я была в балагой и тогда меня так божая драться мы по торсу выходили минус 27 мы по торсу выходили но это жестко жестко поэтому тоже быстренько выиграть да если бы мы вышли прикинь по торсу в питере когда с этими с музыкантами рядом со спорткомплексом была эта игра значит прикинь если там мы полтора часа их ждали блядь там реально приседали там и на руках сидели уже забинтовали все я у меня руки как стеклянный да там у половины пацанов такая же беда мы просто сидели там на руках отогревали а что касается этой драки с бронсоном да где бронсон участвовал я впоследствии уже узнал встретив его на хардкоре как бы мы пообщались еще такой пацан короче и а там рубились мы с ним ну прям конкретно и он блин постоянно поднимался и опять на меня прыгал короче знаешь это офигеть конечно было вот еще состояние такое знаешь когда то ли шок у меня был наверное вот именно тошнота какая-то как будто сейчас вырвет вот и все прям херово херово себя чувствовал и я ее запомнил и потом я больше всего вспоминал чем вот хуже тем лучше чем больше помнишь короче а вот именно та же история вот самые свои плохие драки прям помню по твоему мнению как человек старой школы к тут ты видел половину своими глазами и но не половину там пацанов тут блин но все равно ну типа тогда прям все друг за другом следили я имею за новостями и так далее вот топ-3 драк в россии вообще в принципе не обязательно именно ярославки вот просто по твоему мнению топ-3 которые вот типа вот для истории около футбола российского играли огромную роль которые на меня произвели впечатление наверное юнион против бомжей так и думал тупик это дурник ну естественно тупик это пиздец там вообще пацаны исполняли бы и жестко вообще повеселились да круто повезло им тогда вообще но не в плане того что они могли проебать в плане того что охуенно время провели до согласен с его я поняла что ну а не знаю может какие-нибудь драки там 905 года до у нас была такая одна из самых дальших тоже перелом в истории можно так сказать когда флагманом стала как раз таки одна из фирм играет роль для тебя ну как какое-то впечатление для тебя это драка но там просто как сказать там не не так видно что ли сам action там больше такой давки там где-то фрагментарно здесь было четко как сказать меня почему впечатлил именно вот эта драка больше всего я даже отдам это первое место потому что сама идея вот это встать в тупик то есть пацаны были уверены что они разделаются но их главное чтобы только не не обошли они обошли ну вот и встали просто и дали там пиздов нормальный грамотный стратегический вот вот это грамотный ход не то что вот это шаг шаг сделан все четко раз были такие драки чтобы тебя вырубали конечно были отлетал и просыпался все все было конечно а какие самые жесткие травмы у тебя были после около футбола ну как там это в основном руки руки да ну там наш на пак ломали там что-то так бланши и там что заплывали глаза там набьют финиш и потому что когда с при сходке ты в любом случае тена прилетает ну если да и все и там со второго ряда из первого тебя отовсюду короче там пытается затолкать конечно вот эту бланши на так ничего особенно но сотряса конечно сотряса тоже пенальти пробивали не это меня отучило короче садиться вот так добивать ну сиди там на или наклоняем не прилетел наклоняться да то есть уже только пинком короче по твоему мнению и по твоему опыту все-таки более травматичные драки в лесу или в городе я думаю город город конечно в лесу в любом случае приходят пацаны которые поснимать и они могут заметить ну что у кого-то реально жесткие проблемы там пацан упал как-то неудачно его там запину то есть подбегут оттащат в городе там хрена то есть уже как говорится на на милость победителей да там могут и лишить здоровья там это уже как бы личностные качества и в принципе мотивация по которой люди шли но я говорю те кто активно рубится прямо идет вперед там продавливает конечно у них уже там сил наверное не остается на какие-то там добивания и так далее не нужно просто все закончилось на хватит им кричалку там зарядить и все они свое получили свой угар а бывали такие кто приходит заряженные он нет выплеска эмоций и вот это наверное и ключевой фактор того что там кого-то более жестко добили кого-то менее просто пацаны не выплеснули эмоции нужно куда-то их деть поэтому этого индивидуально не то что в каждой драки может там идти добивать он может в одной жестко добила другое нет подняла по отряхнул короче спросил тебя до трамбул то довести опять же ярлыки вешать на кого-то не стоит но по этому поводу ты согласен с тем что при вот такой вот казалось бы вот если человек обыватель скажем тогда сторонний зритель будет смотреть вот эти все наши видосы в лесу в городе будет думать что мы там жестко ненавидим друг друга и и так далее но тем не менее при каких-то серьезных проблемах и так далее всегда объединялись и помогали друг другу неважно вот цвета вообще неважно значит была ситуация это 2007 2008 году меня отвезли это приняли по статье 316 то есть я был свидетелем как 316 5 свидетеля особо тяжкого преступления не а недоносительстве вот ну там смысл в том что пытались у меня грузануть на и под эту тему были серьезные проблемы это когда где-то в интервью давал когда те в сейфе закрывали это да да у меня были очень серьезные проблемы тогда и скажем так вот ну пацаны сыска значит жирный очкарик тогда занимался сборами средств внутрь он как раз и и красно-синий лагерь собрал достаточно такую сумму нехороший адвокат там было все бы и плюс он обратился еще пацанам из красно-белого стана в котором но с одним из них он очень плотно общался тоже пацаны скинули так что я благодарен вот эта школа там тоже занесли короче по моему вот поэтому конечно если вот случились бы проблему пацанов там и ставим красной биологии нужно было помню я бы конечно откликнулся это неважно то есть на полянах это одно но мы же живем мы не враги это у нас минута там две-три прошло а жизнь-то длинная и мы живем то все в одном городе и где-то пересекаемся где-то в работе где-то в жизнь про часто тренируемся вместе в одних залах поэтому и такое бывало и не раз сколько раз я встречал это с пожарными короче пожарниками это на плечах пацанов в залах дофига раз поэтому все это даже я не знаю это может быть для каких-то малолеток там вопрос такой а как так общается не общается то есть такие вопросы даже все задают а уже такие люди повзрослее они в этот вопрос даже в принципе не ставят согласен ну и последний вопрос на эту тему скучаешь по их хотел бы вернуться там может подраться скучаешь в молодость ну подраться сейчас по около футбола нет вот были натуре вот туда не хотелось бы то есть стоять на нас там под виду уже все старые листа не он упадет он старый уже вообще удары ему хватит просто попасть на тут-то ладно я сам пизды получил там отлетел упал встал отряхнуться а тут я пацанов подводить буду ты ты общаешься с пацанами еще из это конечно общаюсь то есть они стоят вот после того как хардкор вы вышел выпуски бой ну и так и до этого и конечно общался никаких проблем с многими редко кого-то я очень долго не видел вот вождя я не видел долго и увидел он ничем не поменялся все так же прям всем сердцем болеет кричи там на трибунах ничего не поменялось два глаза горят у него все для него это футбол это жизнь смотришь сам футбол ну я сейчас я уже стал смотреть потом и болею потому что знаю что для многих большинства для подавляющего большинства там ярославки футбол это приоритет ну то есть это очень важно для них жизни ну а для меня важно то что для них важно я не скажу я не отношу себя там к болельщикам таким прям яростным футбола да я короче фанат своей фирмы вот так понял слушай но если мы уже затронули эту тему я не могу не пообщаться с тобой по поводу колобка потому что у нас на карт-коре да и не только колобок уже давно виду пространстве крутится скажем так и вы состояли ну вы были вам ярославки вам по крайней мере везде об этом говорит соответственно это правда он был это правда и вы с ним топ в одно время нет в одно время топовый боец да он когда-то был очень я не знаю как жёсткий рубак боец у жесткий рубак а как ну что случилось это все алкоголь естественно парняк был набожный то есть ходил в церковь там вот такой а потом алкоголь вот эти вот угары тусовки там отмечание праздников тянули там весело было когда он там угорал короче он такой забавный когда выпьет ему подливали и все короче вот так вот так пошло пошло у него вот эти тусы все и пацан просто сбухался ну вот с парнями из ярославки вообще я не знаю я не считаю что там колобок там дебоши вам просто ну как он поясинки уже к человек пьет много лет он конечно не контролирует себя а так как в прошлом он был ну реально крутой такой здоровый парняга все духовитый шоу блин рубился внутри там все такой же сам для себя то есть он все еще помнит каким он был в реальности сейчас он уже таким не является конечно ну вы он уже пьяница что сказать ну как есть сани безобидно тебе надо завязывать с этим с бухлом вот вы с парнями не сидели не обсуждали не пробовали с ним связаться сказать что нужно остановиться как-то типа сайт жизнь я наверно свежу может быть сам доеду на него он тем более не так далеко от меня живет пообщаюсь может быть он перестанет квасить так потому что я с ним общаюсь периодически там ватсапе его на самом деле же нормальный он не злой человек он я эти серьезно просто в ютубе он ну из-за того что он чаще всего появляется в эту пространстве в нетрезвом состоянии все думают что он клоун он просто может блять вот ну на ровном месте короче хайпануть понимаешь по синей дыне это вот он просто в этом блять вот всегда оказывается в бухой где-то под камеру поешь попадет в какую-то передрягу ну в жир ногами летит блять где только при любой возможности поэтому конечно его поступки я не оправдываю там не хочу оправдывать он уже за них ответил за многие из них вот я ему не советов каких-то давать конечно пообщаюсь получится встретиться пообщаясь если можно будет что-то сделать чтобы он перестал квасить я постараюсь это хорошо вот потому что как говорится это не умаляет его заслуг даже ну то что он исполнял раньше я все еще уважаю душе то есть он здоровья там оставил тоже немало first line есть first line чего ты пойдешь там прилетал им нормально согласен и и пацаны у вас тоже не маленькие сам знаешь знаю знаю так что бить могут блять крепко поэтому колобоку так сложилось как сложился него я ничего не буду говорить плохого о нем и естественно не оправдываю многие вещи потому что сейчас ну он наверно просто и вишка грится по не понимает немножко некоторые вещи то что сейчас он говорит все это на камеру все это на общее то есть люди обсуждают раньше там не было когда я этого всего инстаграма на youtube а ты говорил ты должен был за слова за свои ответить и то поколение пацанов словами не бросалось если ты кого-то оскорбил тут тут же прямо ответишь на месте ну то сейчас можно там через инстаграм послать какие-то видео обращения там и думать что ты пропетляешь но не все так просто а он не понимает он говорит где-то хочет может быть наоборот хайпануть побольше то есть говорят это круто это круто тебя хотят видеть таким ну и грубая подначивает ему еще масло в огонь херовать может можно и так сказать макс следующая тема это вот тюрьма я честно говоря не хочу ее так глубоко забрагивать уже много где обсудили на хардкоре ты рассказывал да у меня чисто пару вопросов 1 у тебя в итоге судимости нет то есть все что у тебя было она как бы вот везде все нормально даже я мое дело до суда не дошло меня выделили в отдельное судопроизводство и все потому что провела провели следственные мероприятия которые должны были самом начале сделать они сделали и это и в результате этих проверок там стало очевидно что я там вообще ну просто не мог находиться близко даже вот и все ну и ты на данный момент понимаешь да что ну в плане наверно не знаю как правильно вопрос сформулировать не жалеешь о том что пришлось вот так здоровьем нет в моменте пожар то есть это был единственный выход это я думаю что если я не сделал бы я остался там потому что так устроена к сожалению систем что если ты попал то тебе что-нибудь на навесит там дежурная статью неважно то есть выскочить уже практически шанса нет вот так так устроен здесь есть сухая статистика можете посмотреть цифру то что у нас оправдательных приговоров или чтобы людей освобождали там и выплачивали компенсацию они случае бывают раз в десять лет муж кого-то и выпустят это очень редко или чтобы помилование там от президента получить я вот допустим не слышал каких случаев хотя она существует там право на помилование можно написать так чтобы помиловали даже уже будучи осужденным то что написано это не значит что она работает как бы в законах то много хороших вещей написано только еще бы если бы они работали жалея или нет нет конечно не жалея я наоборот рад что смог собраться там силами и это сделать здоровье ну могло оказаться и хуже мне может сказать фортанул вообще что не так жестко не разорвало внутренний орган в этом людям по 6 метров кишечника удаляет то есть в основном так и кончается то есть там чтобы но мне фортанул можно сказать так что я отделался малой кровью а сколько ты лечился вот именно сколько восстанавливался да это даже не самое то что тело там пострадал это все фигня больше всего мне было тяжелее всего наверное это психически вот после как я вышел я столько сил эмоциональных потратил на то чтобы освободиться там просто я там и писал и ну я короче жил внутри своей головы и реально чуть не свихнулся в моменте когда я оказался но на свободе уже у меня были вспышки агрессии такие грубо говоря может быть это тоже и повлекло за собой но расставание моё с марией которая ждала меня из тюрьмы у нас двое детей и в итоге получается так что мы расстались я чувствую вину за это тоже ну как бы ну как случилось так случилось что там уже как говорится говорить сколько поэтому никто не идеален никого не нельзя идеализировать всех свои как бы демоны в головах у меня они свои в моменте и был такой что я и думал или руки на себя наложить у меня были такие просто вот психологически настолько я был истощен эмоционально что вообще я не мог себя там заставить элементарно там сходить морду побрить знаешь вот до такого доходил реально вообще какая-то апатии просто все хоть везде трава не расти там наш ничего не хотел для жил как-то по ночам вот эти танчики конченые играл сколько лет назад это было это был 2015 но 2014 я освободился и вот несколько на год ситуация года правда и приехал ко мне однажды я уже перебрался к себе там в коммуналку на мажайском шоссе жу я перебрался к себе домой в коммуналку короче там сидел рубился вот так и херней занимался ничего практически не делал блять сам себя жалел можно сказать наш короче надломился и приехал однажды ко мне с они волков пообщался со мной короче и после этого как бы разговора я собрался немножко под собрался короче потому что я он младше меня но я его считаю авторитетом ну как как сказать он имеет для меня авторитет потому что он своей жизнью доказал многие вещи ну как бы своим образом жизни подходом к делам там вообще ко всему дисциплина какая у него и как все требователен к себе есть там чему поучиться потому что уже больше десяти лет пахать каждый день в залах не не сочковать и то есть это надо сколько в себе иметь мотивации да ну и он смог пообщаться со мной и немножко меня реанимировать скажем так вот спасибо огромное сами тяжелая тема но все видишь в этой жизни это это действительно так потому что освободиться это еще не знает что у тебя проблемы закончились многие только начинается многие только начинается ты а тоже думал выйду и все вот все будет шикарно они тут то было столько времени отсутствовал у тебя прохудились карманы понимаешь там тебе нужно как бы реабилитироваться и опять ну поймать вот эту опять войти в ритм жизни вот это сложно поэтому конечно люди освобождаются которые там они имеют определенные как бы им нужно дать какое-то определенное время на восстановление потому что это жизнь там и жизнь здесь это разные вещи то есть там находясь ты какие-то иллюзии себе создаешь что я вот выйду и вот у меня все будет получаться я пойду там работать устройству и хорошо зарабатывать а когда ты оказываешься на свободе все не так здесь начинается вот ты был в армии два года это что же своего рода тюрьма некая такая все равно ладно я неправильно выразился на сервис жимки какие-то границы у тебя есть рамки в которые тебя ставят и ты там живешь да ну там пример там мужской коллектив до режим и так далее плюс ну и и плюс ты еще был в тюрьме вот скажи ты о чем ты мечтал о чем ты думал что ты первое сделаешь там съешь может выпьешь когда вот выйдешь быть в армейке да конечно туда мы в армию попадаем пацанами вот и нас там делают мужиками но так было раньше сейчас может быть уже и петухами начинает делать потому что блять год служить там вообще друг на друга стучать там то есть это уже понеслось и начиналось это начиналось вот это стукачество там где-то в начале двухтысячных может быть а до этого ничего такого не было в армейке дедовщины вполне это я просто дедовщина это норм для русской армии вообще самое то что она о чем ты мечтал то что сейчас от нее избавились еще лучше армия стал я сомневаюсь я не служил да нет тогда я говорю это мне мне понравилась армия не знаю ничего плохого про армию не хочу сказать все четко вот и конечно если сравнивать тюрьму это разные вещи не ну вот армии тюрьму вопрос был в том о чем ты мечтал что ты первое сделаешь когда выйдешь хотел ванну блин этот виноград пожрать и в ванне лежать и просто кофе пить я люблю кофе пить но ты это выполнил когда-то сразу да теперь давай уже перейдем непосредственно к хардкору до хардкора ты подрался в панч клабе если не ошибаюсь там в перчатках и мамы до были перчатки почему тогда решил хардкор почему именно хардкор много же площадок разных ну понятно ладно ты не пошел например на youtube проекты где есть и мамы и потому что ты говорил у тебя проблемы с коленом и на тебе нужно только ударка в стойке но есть и другие промоушены почему именно хардкор но это сложный вопрос там ряд причин и наверное то что и во первых тут эдик марта не он бывает ведущий он тренируется с нами я смотрел как бы передачи ну как бы ибо и некоторые глядел но мне понравилось как бы подачи вот это принципе и заскочу я смотрел топ-дог но тоже ничего там пацаны рубится принципе не подбирает неплохих как бы опять это же все меняться может сейчас хорошие бойцы потом по отлетают другие придут то есть тут все это текучка на данный момент принципе хардкор хорошо делает контент ну тебе в общем картинка понравилось драться на кулаках за мне всегда чем часто задают вопрос здравили ли это сокола футболом конечно там тоже самое ты чувствуешь когда тем это бинт то что там кто-то себе бинт там в один раз там слой наложил это чем отличается от кулака ничем абсолютно наоборот хуже у тебя просто будет еще помимо того что может рассечь он еще это тем бинтом наш обожгет кожу тебе то есть такие полоски извинил после забивных пацанов молбута на такие все как это я сангадь вот это от бинтовок ожоги такие бывают что в скользь попадает и бинтом обжигает там лоб вот так удар такой же как и голым кулаком что в бинте что в углу голым кулаком то же самое просто бинтами разукрашивать лица больше вот и все в общем тебе понравилось ты хочешь продолжать в хардкоре я еще подерусь да не знаю просто насколько хватит постараясь как бы я работаю над укреплением рук сани мне в этом помогает он подсказывает там упражнения много что сделано принесли специальный снаряд там для набивки в gfg вообще он работает хорошо вот и белый руками нормально принципе кости не сломал есть кто-нибудь из хардкора с кем бы ты хотел подраться вот так прямо я не не следил за скажем так за чьей-то карьерой так пристально да чтобы можно было подраться но в принципе можно было бы подраться с акабом он молодой уверенный себе пацан да с мяса плюс это тоже своего рода интрига да и этот я-то старый грузовик который надо остановить он еще и без тормозов летит понимаешь до вас так что уже варианта два либо ты его как встречная электричка встречаешь либо уходишь нахер с дороги друзья можете написать комментариях интересен был вам это роль но горошек я его кстати сегодня посмотрел видео вышло про акаба говорят что больше его не зовут ака но он там там говорит по-другому уже видишь стал ну жизнь поменял свою большую перестал торчать стал заниматься спортом взялся за ум это классно что нет это кавалин кавалин это вот выпуск и конечно это сильно молодец вот просто красавчик все тут гардерик умничка красавчик это крема за рано видишь тоже пацан преодолел определенные трудности проблемы рассказал об этом сначала он признал ошибку исправил ее осознал сначала признал осознал и исправил вот это по-мужски молодец дал пример многим сейчас кто до сих пор не может избавиться что надо иногда собраться и все возможно смотри ты показал хороший бой агрессия спортивная была постоянный напор бензобак все в порядке было хоть там нет я еще и стояли до конца я не до конца еще как говорится отшлифовал всю технику мы же есть над чем пора мы стояли арту реально постоянно кричал но я думаю он просто пытался подбор ну а чё не а чё артуру говорить сдавать сдавайте да там выложись не вставай или чё конечно он подборил паша на чемпионские амбиции то я нет ни в коем случае там знаешь это ему не упрек там или там не с наездом наоборот все прикольно получилось мне понравилось у тебя есть чемпионские амбиции или ты просто хочешь драться или вот есть какая-то конкретная цель забрать пояс вот хардкора во первых ну почему это хорошо потому что если у тебя есть поиск твои бои облачиваются дороже к минимуму но круто но просто есть еще такое выражение как хочешь насмешить бога расскажи ему свои слона на да поэтому планировать не в моем случае я уже не хочу планировать просто боюсь этого планов своих знаешь там запланируешь у меня как правило бывает отчет запланировал что-нибудь не срастет все пойдет не так поэтому не буду планировать сейчас мне нравится то что как все происходит я вошел в этот процесс и мне это доставляет как бы все планирует там хайповать там вот эти новое модное слово да ну как бы я не лучший скажем так не для этого не для хайпа есть уже молодежь которая в этом лучше разбирается пусть хайпует а я наверно останусь какой как динозавр и дело руками да 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 дело выйти там но я конечно скажу тоже оппоненту как бы там спрашивают чтобы вы пожелали естественно такие вопросы я отвечу все ну ничего грязи никого и поливать не собирай потому что пацаны выходят подраться разменим у них и здесь вот сердечко не заячьи да ну вот поговорили про хардкор там ты сказал особо не следил но может есть кто-то из твоих там из какого-то около футбольного прошлого кто-то такой с кем бы ты хотел вот именно разобраться публично на кулаках вот так нет таких людей давай в это вася киллер вот это да а почему нет просто а почему не не вася киллер вообще да я вася киллером бы зарубился это лидер лидер гладиаторов да а он еще является бывший лидер да да значит чё пацаны его шва это надо пообщаться с хардкором выйти на васю киллера и предложить ему ну то есть если вот ему предложили такой боя с ним помахался с вася киллером зарубился нахуй вообще за всю хурму это интересно это интересно я думаю ну я пообщаюсь матчмейкером не знаю что то получится из этого или нет но я пообщаюсь следующий вопрос тебя секундировал саша волков помимо твоего тренера после боя ругал он тебя там или хвалил какие-то замечания чего-нибудь было замечаний много то что я бросаюсь слишком близко дистанцию то есть я подхожу слишком близко наваливать можно сказать на оппонента и отсюда как бы сильно пробить не получается вот есть еще над чем поработать конечно тренера делают мне замечания потому что но это профи понимаешь я для них все равно буду ходячий косяк как ни крути я уже там где-то за деревья не знаешь где-то у меня уже но старые ошибки там на уровне мышечной памяти закрепил знаешь вот а может быть у меня просто блять из памяти осталось только мышечная хуй начинка связано короче но я там тоже ошибок много дел стараюсь стараюсь исправлять ну и последний такой момент ты часто говоришь о том что саша волков он твой близкий вы там очень давно вместе и так далее и хотелось бы обсудить ну естественно момент юфси то есть человек сейчас на данный момент находится в топ-5 и все у него следующий бой с сериал ганом 7 гану юга он его дай бог пройдет все будет хорошо выдана топ-4 чем как ты думаешь вот дальше будет драться льюис гану да допустим на на гану победит там победила на у них выход на титул будет ну дано вайт усани с ган сериалом будет бой зале выход на титул насколько я слышал о дано вайт горилл следующий сейчас дерек что с типами очень должен драться с победителем пары льюис и нгану просто предположим если он гану выиграет и льюиса и да ему дадут опять трилогию с мяч чем он выиграет не очень и вот у сани получится выход не факт на гану какие шансы вот если отбросить вот эту вот братскую любовь и шанс вы смотри роберт витекер когда проиграл этому адес они давно и сколько он уже не получает реванш сколько он уже провел боев нокаутов сделал да и не получил это еще не факт поэтому то что там у них и запланированы я думаю что сейчас подерется сериал ган сани и за выход на титул и вот они как раз и разыграет потому что там там по ряду причин одна из причин то что принципиально для лопеса ну фрей тренера гана он же был и тренером франсисом ган то есть для него принципиально разобраться мне кажется с своим предавшим его учеником ну франсисом да и он просто хочет это сделать посредством как раз таки сериала они думают что сейчас он как бы идет ва-банк ставит против сани думаю что сейчас она легко с ним справиться и пройдет я и вот так вот там поквитается за то что да он типа зашвырнул этого лопеса ну франсис но как говорится он предполагает бог располагает там все может обернуться и нахо совсем иначе я думаю что сериал отлетит от санька но он преподаст урок там опыт большой всем верим и надеемся что саня станет да никаких сомнений он чем стоп ну то есть уверен я уверен у нас рано или поздно саня заберет поезд станет будет чем ну да она его характер слушай мы конечно мелкие люди там обсуждать какие-то навыки саши волкова это вообще ну типа очень странно но тем не менее как ты многие говорят ну то есть если слушать там критиков и все и так далее что у сани не хватает борьбы как ты считаешь ну типа это так и есть да 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 это нас вот даже сам этот лопес рассказывал там было интервью длинное его где он рассказывал его спрашивали уж а тайки он давал интервью о том как ты считаешь что санек волков серьезный оппонент как он говорит ну как вы думаете если человек делает франь это фабрисио вердуму обратный для ларива гарды ну то есть это уровень высокий мать высокого мастерства показатель тем более бойцу такого уровня и с таким партером как у фабрисио он сделал обратно до ларива гарды ну все это показатель просто и для людей не сведущих до сани окажется скучным он просто скажем так почему сквудорных же ну для многих дачи ну кто-то может считать что у него скучное видение будет там какой-то знаешь его медленный такое скажем так не крутит вертушки там не делает сальто до 22 сколько у него жопе волосы такой спокойный на пресс-конференциях это не значит что он там ну ничего не может он спокойно разбирает всех по запчастям деморализует разбирает жестко бы бьет бить он умеет я не понаслышке знаю удар жесткий и по сравнению с тем какой у сани был удар раньше и такой удар который сейчас но это вообще там что-то уже в миллионы световых лет разница поэтому никаких сомнений в том что сани заберет поясом молод все у него получится то есть еще и у него амбиции чемпионский он уже брал два пояса да вот это и в этот раз возьмет просто если идет какой-то цель и он ее достигает он же в белатуре чемпионом до чемпион белатуре чемпионом один вот он стал чемпионом белатуре он дальше после белатуре он уже был чемпионом вам один и это его будет если он возьмет титул и все не сомневаюсь в этом это будет его третий пояс такое делал только наверное сам которого он предыдущего алистара верим тоже брал три пояса но верим не взял пояс в юси а он самый тяжелый если так убрать в мире единоборств то самый тяжелый увесистый считается пояс юси поэтому никаких сомнений саня выиграет сто процентов саня будет чемпион доволюбом верим ждем макс спасибо тебе огромное что нашел время что пришел нам было очень приятно с тобой пообщаться когда ты заживешь очень бы хотелось приехать еще тренировочку с тобой снять посмотреть как как тренируешься как приезжайте если же уже позволишь мы прям с радостью а насчет васи киллера обязательно я пообщаюсь да это интересно и ребята кто не подписан на санька подписывайтесь болеть и 26 июня у сани бой очень серьезный так что залетайте к нему в инстаграм подписывайтесь следите боец и очень жесткий из россии у нас будет новый чемпион я думаю так что следите за его карьерой развития до самый лучший угловой это разъебал так развивали короночками там поставили прям особенно последний бой когда крайний бой когда у саши был зрителей же не было я просто слышу лёха кричит просите меня за мой французский это цитата дословно я просто слышу лёха кричит саня разъеби крутая поддержка ну да там вообще он просто его деклассировал там мы видели декласс реально там где просто забрал инициативу и не дал ничего сделалось все макс спасибо тебе огромное братец я очень рады были до видеть обязательно подписываемся на макса друзья пишите в комментариях с кем бы интересно все таки было увидеть вам увидеть бой из макса следующий те кто шарит около футболе пишите интересно было бы реально посмотреть его бой против оси киллера вот в общем спасибо вам огромное за актив пальчик вверх оформляем подписочку если вдруг кнопочка красная не серая бьем во все колокола ну а мы тем временем вас крепко обнимаем до хруста любим ценим пока друзья всем счастливо всем пока спасибо